доброе утро дорогие друзья доброе добрейшее веселейшего утра значит мы с вами пытаемся включить телеграм в телеграме сегодня есть только звук картинки опять нет что-то с не срабатывает что не срабатывать я не знаю поэтому сейчас я не буду разбираться но видно камера занята какой-то другой история сейчас я попробую выключить зум и когда камера занята какой-то другой история но может не срабатывать но я думаю что звука тоже достаточно в телеграме до можно будет послушать руку но кто хочет ты хочешь может меня смотреть в фейсбуке и так мы сегодня заканчиваем главу которая называется ваэра и показался бог вашей показался бог машин и так секундочку значит и показался бог маши и в этой главе у нас было семь казней давайте мы посчитаем была казни первая казнь была кровь вторая казнь была первая казнь была кровь вторая казнь была какая лягушки третья казнь была в ши да четвертая казнь была какая четвертая казнь была дети и животные и вот значит дети и животные мы сейчас находимся на детях животных как раз значит дети и животные сказал маша рабену от имени всевышнего что сейчас пойдут дети и животные на вас и эти дети и животные они будут только только они будут где они будут только в земле египетской они не будут земля кошин где живет еврести народ что хотел бог показать этим как вы думаете что бог хотел показать этим он походил хотел показать что он есть среди земли то есть такое понятие как ажгаха протит как частное проведение частное проведение так и в этом частном проведении даже участвуют животные то есть бог мог вот представьте себе значит то тигры львы медведи волки змеи скорпионы какие-то орлы грифы и тут вдруг эти все животные начинают как как будто бы как фильме аватар смотрели фильм аватар если вы смотрели фильм аватар 1 там вдруг вся природа объединилась в одно целое если мы посмотрим на природу как на произведение всевышнего то это понятно что бог все сотворил бог внутри всему дает силу и у бога остались рычаги управления это как программист который может об и значит управлять всей картинкой вдруг все животные пошли на египет пошли они на египет начали они египтян значит кусать разными видами укусов так сейчас я найду место где мы остановились значит и что было дальше пришли они начали не в дома везде они пришли пришли и позвал паро тогда маша вот все читаем и позвал паро фараон позвал маша рабейну и арона и сказал идите говорит уже все приносите значит жертву богу но здесь барец почему значит говорите нам устная тора что маша рабейн уже просил мы идем на три дня в пустыню и фараон думал что у них каждый идол имел свою зону как бы управление это храм идола такого это храм идола такого этот идол на горе этот идол там и тут фараон ему говорит смотри ваш же бог я же увидел он же везде он же не только в пустыне три дня пути ты же вижу звери они даже звери звери управляют в египте поэтому здесь молитесь вас ваш бог везде баарец он в земле и сказал маша ваём рамаше лона хона соткой неправильно так делать говорит ему маша рабейну киту ават митраем низбуху ляшем элокейну мерзость египта то что мы будем приносить богу всесильному нашему значит он говорит мы же богу будем приносить жертву то чему египтяне молятся египтяне молились корове теленку было не знаете мазалот вот мазалот это созвездие и они молились например ягненку ягненок это был их видал да как овен овен теперь был у них телец это был тоже у них идол были египтяне бог змеи там змея их видал эти там павлину молились эти то есть они молились как бы всему всему они молились каждую какую-то изделие они могли превратить в это уже говорит как мы будем приносить жертву их идолов значит и они мы будем приносить жертву их идол и они нас не забьют камнями он говорит смотрите это это нереально он сказал фараона мы пойдем три дня пути в пустыню и там мы принесем жертвы богу всесильному нашему как сказал он нам то есть нет у нас здесь самодеятельности как бог сказал ему платить служить так мы будем до приносить жертву и сказал пару хорошо я вас посылаю и приносите жертву богу всесильному вашему в пустыне только далеко не уходите говорит он значит помолитесь за меня тут фараон говорит это что получается вы на три дня пойдете и только через три дня вы помолитесь нас звери здесь сидят идите звери они нас едят он говорит иди сразу на день вот выйди и молись пустыне зачем тебе далеко ходить бог везде и сказал машейму я говорит выхожу сейчас от тебя и я помолюсь богу и он уберет от тебя этих животных и это ну из-за едипта то есть ты начать этого не переживай я помолюсь сейчас но но говорит и завтра исчезнут животные но ты же говорит ему не поступи так как ты поступал до этого и не передумая отпускать народ переносить жертву богу и вышел наши от фараона и помолился он богу все маши рабы он выходит начинает молиться богу и что в асашем кедвар машей сделал бог как сказал маши и убрал он животных от фараона этого рабов и этого народа не осталось ни одного тут было чудо в чуде то есть смысл всего вот этого было показать что бог управляет всем каждой детали мироздания и вдруг эти животные все исчезли не осталось ни одного вот конкретно фильм аватар только только в живую то есть фильм это придумали придумали люди и изобразили она выглядит как живое а здесь бог сделал то есть все вот это вот то что происходило это был как тот фильм который создал бог и он значит создал его и мы сейчас все поколения 3300 сайте фильм какой популярный 3300 34 года мы это изучаем теперь значит все и сказал и ужесточил фараон сердца и а ваих бед поро это либо и тут сам фараон он свое сердце ужесточил и в этот раз тоже не отпустил народ тут смотрите вот некоторые читают тору в переводе еще верят то это все непонятно неправда там все но невозможно понять без объяснений такую интересную деталь вот смотрите написано так убрал значит то есть и сделал бог как говорил мошей и убрал он всех детях животных от фараона не пара у меня вода у него из его народа логиша р-хат не осталось одного бель говорит у снатора посмотрите когда написано не осталось одного приводится еще три места в устной торе в письменной торе имеется ввиду не осталось одного это до одного не осталось то есть один остался теперь докладывает фараону что животные же они животные же они они это не в этом месте тут лонишар и ход а в других местах написано ад и ход это дальше будет там был такой момент один что было одно исключение из правила которая вот я вам позже объясню это не здесь здесь написано именно не осталось одного то есть когда написано не осталось одного это значит ни одного не осталось а когда написано они осталось до одного то это значит один остался и фараон увидел там одно исключение из правила и он на тогда сказал ом а вот одно исключение из правило это как знаете есть люди не которые но такие против бога И они, значит, говорят А вот смотри, говорят Вот это человек праведный А у него все плохо Болеет, страдает Ну, где же твой Бог? Где? Вот он все делает И не дай Бог, заболел и умер И что? Теперь, значит, они ищут Вот эту вот зацепочку Чтобы идти против Бога То есть все равно, понятное дело Что есть тысячи людей хороших, прекрасных людей У них есть все хорошо И мы видим, что чаще всего Действительно, хорошие, добрые люди Они живут хорошо А у них хорошо на душе Они никого не обманывают Религиозные семьи сердце радуется Когда ты смотришь на религиозных Человек, который хочет идти против религии Я помню, когда я приехал только в Израиль Я очень много спорил с этими людьми Я как-то приехал к одному и говорю Вот, религиозный мир Это так классно Это так вообще-то Ну, настолько все Семьи, отношения Такие люди чистые Так они по-доброму друг к другу относятся А он мне говорит Да ладно, что ты мне рассказываешь Что у тебя этих 50-х Вон они по публичных домам ходят Я ему говорю А ты видел лично? Ты сам что-то посетитель там Или на работе? Он говорит Не, ну я нет Ты что, я не хожу А там жена его сидит Я не хожу в публичные дома Как же, я вообще нет Это мне рассказывали Я говорю А кто тебе рассказывал? Он говорит А, там это журналисты пишут А он только До этого он говорил Что журналисты Обманщики, вруны И все Я говорю Так ты же говорил Что журналисты Обманщики, вруны Он такой Да, да Говорит Ну а что Ты хочешь сказать Что они ходят? Я говорю Нет, я хочу сказать Что они ходят Нет, религиозные Настоящие писаты Не ходят Он говорит Ну а если есть Вот если есть Я говорю А если есть Так они не религиозные Значит у них пейсы приклеены Или они Ну переодеты в религиозных Или даже бывает Что человек одет Как религиозный А он не религиозный То есть По поведению Мы наоборот Можем сказать Что он не религиозный А не по внешнему виду В общем, каждый хочет, когда написано «и ожесточил фараон свое сердце», имеется в виду, что человек, он подстраивает свое мышление, подстраивает, как бы, он это называет фактами, но это не факт, он подстраивает какие-то доказательства для того, чтобы оправдать намерение своего сердца. В общем, фараон не хотел выпускать, он был злодей, он был обманщик, и он, значит, и в этот раз он тоже не выслал народ, не выслал. И сказал Бог Муше, иди к фараону и говори ему так, так сказал Бог Евреев, да, Элвей Евреев, отпусти народ мой воявдуни, шлах, это ми воявдуни, let my people go. Если ты не хочешь, откажешься их снова выслать и будешь их удерживать, вот сейчас тогда рука Всевышнего Бога, она, значит, распространится на твои стада, которые в полях. Все, значит, кони, ослы, верблюды, в общем, весь скот, который будет, и разделит Бог между скотом евреев и между скотом египтян, и не умрет ни одно животное сынов Израиля. И, значит, установил Бог, когда это будет, значит, он сказал, махар, завтра, значит, это будет, и сделал Бог так, как он сказал, и завтра начали умирать, начался мор, такое есть понятие мор, начался мор, начали умирать эпидемия, все животные стада египтян, а стада сынов Израиля не умерла ломет и хад, никто не умер. И послал Паро, и вот, вот, вот здесь это место, ваишлаг Паро в ины ломет мимикне Исраиль адыхат, до одного, когда он узнал, что у евреев не умирал скот, он говорит, да, это рука Всевышнего, мы видим, что Всевышний управляет в малейших делах, да, то есть он, он просто может разделить в, ну вот, была интересная ситуация, кто-нибудь разбирает, А что будет, если, например, если, например, есть какое-то животное, которым владеет пополам, купил пополам египтянин и еврей, купил корову, что тогда? Что половина коровы умрет, половина нет? Я не помню, какой там ответ, но именно эти вопросы очень глубоко разбираются. В общем, фараон нашел, что ломет мимикне Исраиль адыхат, до одного, значит, один умер. Ваихбет лев Паро, и это было достаточно, чтобы фараон опять ужесточил свое сердце. Вылош Аллах, и там, он говорит, а, значит, не работает, значит, тут что-то не так. Вот одно из исключений из правила, значит, что-то не так. Так, и сказал Бог Моше и Арону, возьмите теперь по полной пригоршне пыли такой, да, золы, золы из костра и бросите в небо на глазах у фараона. И они бросили, и это вдруг, представляете, такая картина? Моше и Арон приходят, у каждого пригоршня золы такой, и они на глазах у фараона кидают эту золу вверх. И эта зола поднимается, и становится такой огромной пылью, и покрывает эту пыль, что, значит, стала пыль на всей земле Едипетской, и опускалась эта пыль на людей, на животных, и превращалась она в язвы. Представляете, все красные волдыри, все пошли красными волдырями. И, значит, вот эти вот пошли все волдырями. Значит, что у нас здесь есть? У нас есть вторая группа казни, и закончилась. Вторая группа казни, это была дитя и животные, это была эпидемия, и это была зола, которая превращалась в казни, в камни, не в камни, в язвы. И даже колдуны и мади не могли они устоять перед Муше, из-за этих язв, которые были на них, значит, и все равно ваихзек ашемет лев паро. И тут уже Всевышний усилил сердце фараона, не сам фараон себя убедил, а тут уже пришлось Всевышнему усилить его сердце, и он не послушал их, как говорил Бог Маше. То есть тут уже Бог специально убрал от фараона боль, чтобы фараон, он не согласился их отпустить. Для чего это было? И сказал Бог Маше, вставай утром, иди перед фараоном, и скажи ему, так сказал Бог всесильный евреев, вышли народ мой в Явдуни, шлах эт ами в Явдуни, лет мои пипл гоу, отпускай их. Тибы паам азот ани шулехб, значит, в этот раз я посылаю, значит, я начинаю тогда третью серию казни. То есть тут не написано третью серию, но он говорит, я сейчас начну такие уже вещи делать. Баавур ты да, чтоб ты знал, ти эн камони бекол арет, чтоб ты узнал, что нет такого, как я, на всей земле. Смотрите, первая линия казни была, что Бог показал, что Он творец мироздания, вода стала кровью, лягушки появляются из ниоткуда, прах, земля превращается в этих самых маленьких вшей, то есть Он создатель живого, вши маленькие живые существа, лягушки маленькие живые существа, вода это то, что дает жизнь, и вдруг вода превращается в кровь, кровь это то, что дает жизнь. То есть Бог говорит, я творец, я даю жизнь. Фараон увидел, но не отпустил. И он думает, ну мало ли, дает жизнь, Бог сотворил мир, ну сотворил, ничего страшного. Но управлять не управлять. Вторая группа казни. Приходят дети и животные, и дебтяне едят, и время не едят. Дети и животные от скорпиона до слона становятся, как такие вот дроны какие, да, дроны-биороботы, которые выполняют приказ Всевышнего. Вторая группа, значит, дальше мор, эпидемия, умирают только животные, принадлежащие египтянам. Третья, это что было? Воспаление, язвы, болеют египтяне. Вот тут как раз я, у меня такая мысль была сегодня, когда я это изучал, что написано, что последнее избавление, когда придет Маше, будет как исход из Египта. И мы сейчас видим, что мир вот через этот коронавирус, через все вот эти вот сейчас, которые происходят вещи, он как раз становится понятно, вот это все биологическое оружие, там, генная инженерия, модификация. То есть это все как раз, возможно, что как Маше Робейну, по слову Бога, он это все делал. Это такая была генная, такая управление, да. Также придет Маше и скажет, значит, опа, и полетели все там птицы туда, значит, самолеты сюда. То есть, может быть, так оно и будет. Значит, начинается третья группа казней, в которой Бог говорит, сейчас вы увидите, говорит уважаемый, неуважаемый фараон, что нет такого, как я на всей земле. То есть, фараон думает, ну ладно, он как бы управляет, но есть же другие силы управляющие. Может быть, вот он, конечно, сильный, но мы сейчас найдем, как бы, доступ к каким-то дополнительным силам, каким-то там, и может быть, мы как-то справимся. Значит, смотри, говорит Бог ему. Значит, вот сейчас, говорит, начинаются уже серьезные, серьезные вещи. Для чего лиман сапер шми беколяр? Чтобы мое имя было, рассказывалось по всей земле, чтобы люди знали вообще, кто такой Бог. То есть, все эти десять казней было для того, чтобы люди поняли, кто такой Бог. То есть, мы отсюда понимаем, насколько Бог, он управляет всем мирозданием. И вот, значит, и вот, говорит Всевышний, Мамтир Каэт Махар, говорит Мошарабену от имени Бога. Завтра, как в это же время, и он ставит, как раз, представьте, Уснатора говорит, что там было солнце на определенном уровне, тень. И он ставит вот так вот заметочку на стене Мошарабену. И говорит, завтра, в это время, когда солнце дойдет до вот этой вот, как раз, отметочки, начнется град, начнется град, очень тяжелый, который не было никогда такого града в Едипте, и вообще никогда такого града не было. Значит, и говорит тогда он, вот тут начинается очень важная вещь. И теперь, значит, те, которые меня послушаются, и те, которые свои стада, неважно, египтяне, евреи, заведут из полей в дома, значит, никто не пострадает. Все остальные, которые не заведут в дома, все умрут. И, значит, что было дальше? То есть, объявили это по всему Едипту. Завтра начинается град. Кто не заведет своих животных в дома, все подивнут. И что дальше? И сказал Бог Моше, протяни свою руку к небесам, и будет такой град, земля египетская, значит, на людей, на животных, ну, на все, все он побьет, всю траву, всю растительность. Значит, какой это был град? Это был град, в котором был лед снаружи, а внутри огонь. Представляете? То есть, этим Бог показал, что он властвует не только над силами, вот сотворенный мир, и он им властвует. Он может в любой момент перемешать все, как ему удобно. И был град, в котором был лед, а внутри огонь. И, значит, представляете, такой град. Лед, огонь, ливень. Очень страшно. И, значит, что у нас было? Мы уже заканчиваем сегодняшнюю главу. Чуть-чуть нам осталось. Значит, этот град побил всю землю египетскую. Все, что было в поле, людей, животных, травы, все он побил. Но тех, которые были в домах, он не побил. И было интересно, земля Гошин, вот эта вот область Биробиджан, да, египетские, была как стена такая. Рак Берец Гошин, в которой жили Бнеисраэль, не было града. То есть, там прям оп, и заканчивается этот град, стена. Значит, и послал Паро, фараон послал за Мушея Аароном, и сказал им, вот эта важная фраза, вот тут он уже понял, когда идет вот такое вот прям реально идет чудо, что сказал фараон, хатати, я, говорит, согрешил в этот раз перед Богом, и Бог цадик, Бог праведный, Бог справедливый, а я и народ мой злодей. Все он говорит, я теперь понимаю. Конечно, мы несправедливо в этих концлагерях держали евреев, конечно, мы грабители, зачем мы вообще этих рабов мучили, зачем все, то есть, он говорит, я Ашем цадик праведный, все он показал, все понимаю. Пожалуйста, помолитесь Богу, и, значит, я вас отсылаю, все, больше вы здесь не останетесь, пожалуйста, я выполняю все, что Бог просил, отпускаю вас, только помолитесь, чтобы град остановился. И сказал ему Маше, значит, должен я выйти из города, и помолиться Богу. Тоже Уснатора нам говорит, а почему он до этого молился в городе, а тут ему надо выйти? Потому что они же привели в дома животных, а они животным поклонялись. Животные это были их идолы. Там, где есть это поклонство, он не мог молиться. И Маше Рабейну тогда, он говорит, я должен выйти. Вышел он, вышел он, значит, для того, чтобы знали, он говорит, что Бог, он управляет всей землей. И теперь он говорит, ва-та, ва-вадеха, я дать идти. Все. Ну, в общем, дальше вышел Маше от фараона, помолился он Богу, закончился град, закончился град, и увидел, и увидел фараон, что закончился град, значит, дождь закончился град, и продолжил он грешить, написано. и он усилил свое сердце, он и все его рабы, значит, и не послал он сынов Израиля, как говорил Бог, через Маше. Представляете? Нет, все, все равно он упор встал на свое. Я, когда эту главу учил, я понял, чуть-чуть понял, нам Всевышний, показывает через Тору, сердце властителя. Вот иногда думаешь, ну а зачем, почему вот, например, воюет сейчас, та же Россия напала на Украину, но зачем? Россия одна шестая часть суши. Зачем им эта земля? Зачем им эти разбомбленные города? Ну идите, вернитесь, Сибирь у вас есть, Восток у вас есть, все у вас есть, вся Россия, одна шестая часть суши. Зачем вам эта Украина? Кому? Ну зачем? Но, то же самое, фараон, зачем вам эти рабы, зачем тебе эти рабы евреи? Что у тебя мало, у тебя пирамиды есть, у тебя все есть, ну отпусти их уже, пришел к тебе, уже казни, все, в любой момент он мог сказать, уходите, все, я понимаю, Бог, и вообще, ну зачем, это же несправедливо, почему должен кто-то на меня бесплатно работать, что это вообще такое рабство, это же нечестно, вообще само по себе рабство, это очень, очень нечестная история, да, когда один человек порабощает другого человека и заставляет его как имущество, продает его все, то есть фараон должен был сказать, действительно, что это такое вообще, да, уходите, идите, служите Богу, все, свобода, вообще, как можно человека задерживать, да, сказать ему, не живи там, где ты хочешь, на каком основании, человек, он по образу подобию Бога, он творец, каждый человек, почему, ну мы видим, что действительно фараон, даже после стольких казней, даже после стольких доказательств, он свое сердце отягощает, и он все равно идет по неправильному пути, и тут мы видим природу не только фараона, но и вообще человека, то есть в каждом из нас живет вот такой фараонишка, который, который идет прямо против Бога, и вот тут, когда мы поняли, как это работает, да, у нас появляется возможность изменить, а как изменить? Рецепт простой, на три дня уйти в пустыню, молиться Богу, Бог поможет, то есть это тот рецепт, который доступен каждому из нас, человек, он продукт своего поля, он продукт своей среды, если он хочет кардинально измениться, он выходит из этой среды, которая его ограничивает и формирует, уходит пустыня, пустыня это где нет никого, Мидбар, и он начинает молиться Богу и говорит Всевышний, я хочу с тобой соединиться, хочу быть близко с тобой, хочу быть человеком настоящим, такой, каким ты меня задумал, и в этот момент человек может выйти на свободу, как мне кажется. Все, значит, мы узнаем на следующей неделе, каким образом дальше разворачивались события, у нас начинается самая вот эта такая третья группа казней, и потом последняя, это казнь первенцев, это проявление Всевышнего, когда он лично сам вышел в Египет, не через андела, и это самый кульминационный момент в истории мироздания, с этого момента, когда Бог даровал Тору, то он дал всем инструмент, как соединяться с Богом, то есть он дал, как Тора, это как язык программирования, которым Бог сотворял мир, теперь через этот язык программирования мы можем соединиться с Богом, и через этот язык мы можем взаимодействовать со Всевышним и со своей душой, перейти в духовный мир. Это отличная вообще у нас есть возможность изучать этот язык программирования. Всем шаббат шалом, удачи, успехов, чтобы был шалом у каждого вначале внутри, в душе, то есть этим надо заняться, вообще восстановить шалом между всеми своими частями. Потом шалом с близкими, это очень важно, начать с того, чтобы не было войны с близкими, это такой как, когда у тебя с людьми шалом. Дальше надо молиться, тут мы, к сожалению, мы не можем, большинство из нас не может повлиять на ситуацию напрямую, но мы можем сильно-сильно молиться, чтобы Всевышний остановил войну, и что мы поняли, то есть поняли, что Бог управляет миром, и значит мы молимся, чтобы был мир между странами, и тогда мы будем спокойно жить, соблюдать заповеди, хорошо работать, воспитывать детей, жениться, рожать детей, Всевышний будет, и говорить всегда слава Богу, то есть вот вообще все, что есть хорошего, слава Всевышнему. Все, друзья, шаббат шалом, чтобы в заслугу наших уроков Всевышний услышал наши молитвы, и значит шаббат шалом до следующей недели, счастливо, до завтра, до воскресенья.